Борьба с международным терроризмом, ситуация в Сирии и на востоке Украины стали сегодня одними из ключевых тем встречи Сергея Лаврова и Франка Вальтера Штайнмайера. Главы внешнеполитических ведомств России и Германии открыли сегодня в Екатеринбурге летнюю энергетическую школу. Она будет работать на базе Уральского университета. Во время встречи со студентами министрам пришлось отвечать и на вопросы об отношениях России и Евросоюза, в том числе и перспективах энергетических проектов. Обо всем по порядку Олег Шишкин. Первое знакомство с Уральским федеральным университетом для студентов из Берлина начинается с учебного класса по ядерной физике. На экранах компьютеров программа по управлению энергоблоками атомной электростанции. Точно такая же установлена на Белоярской АЭС. 20 старшекурсников Уральского федерального университета и 23 студента из Германии почти две недели будут вместе работать над проблемами энергоэффективности. Это уже вторая сессия летней российско-германской школы молодых энергетиков. Первая состоялась в прошлом году в Берлине. Инициатором этого международного образовательного проекта выступила Германия. Ради поездки в Россию на открытие школы энергетиков министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, говоря, даже пожертвовал отпуском. Министр частой гости в Екатеринбурге. Это его шестой визит в город. В 2010 году он стал почетным доктором Уральского федерального университета. Несмотря на каникулы в студенческой аудитории, яблоку негде упасть. Выступая перед студентами, Франк Вальтер Штайнмайер и глава российского МИДа Сергей Лавров поделились своим видением российско-германских отношений. Оценки оказались во многом похожи. Несмотря на разногласия, нам необходимо продолжать диалог. У нас есть острая необходимость улучшить взаимное умение понимать друг друга. Поэтому я призываю к диалогу. Несмотря на все сложности, которые есть, мы должны идти навстречу друг другу и использовать те каналы общения, которые имеем. Наш диалог с Франком Вальтером никогда не прерывался. И я очень ценю возможность по-честному, откровенно, не сглаживая острые углы, общаться с моим германским коллегой. Несмотря на все происходящее, мы не делаем из этого трагедии. Неоднократно говорили, что обижаться, уходить в изоляцию мы не намерены. Конфронтации с кем-либо вообще не наш выбор. И уверен, что наши связи рано или поздно вернутся на устойчивую траекторию. Тем более, что их дальнейшая деградация вряд ли отвечает интересам и наших стран и народов, да и Европы в целом. Лавров уверен, что рано или поздно Россия и Евросоюз восстановят отношения. Хороший пример – общие экономические проекты, в частности, сооружения трубопровода «Северный поток-2». Студенты спрашивали министров о перспективах такого сотрудничества. Не повлияет ли на реализацию проекта негативная позиция Польши? Не всем хочется, чтобы Европа повышала устойчивость своего энергообеспечения за счет сотрудничества с Россией. Но мы убеждены, как и европейские партнеры, которые вместе с «Газпромом» этот проект разрабатывают, что он будет способствовать диверсификации маршрутов поставок газа на европейский рынок. Мы не хотим политизировать этот процесс, а наши польские коллеги откровенно заявляют, что они выступают против того, чтобы в любых формах возрастала, как они говорят, зависимость от России. Шесть европейских компаний объединились, чтобы строить «Северный поток-2». И они должны сами решать, как им получить разрешение польских властей. Политика на это не может повлиять. После ответов на вопросы студентов, Лавров и Штайнмайер отправились на неформальную встречу. Оба сели в одну машину, так что разговор начался еще по дороге. Главы внешнеполитических ведомств наших стран провели за рабочим обедом почти два часа. Министры уверены, минские соглашения по-прежнему единственный возможный способ преодолеть кризис на востоке Украины. Россия для этого будет стараться, по словам Лаврова, настроить ДНР и ЛНР, цитата, на конструктивный лад. Но и западные партнеры должны использовать свое влияние на официальный Киев, который тормозит выполнение минских договоренностей. На итоговой пресс-конференции немецкие журналисты интересовались подробностями недавней вылазки украинских диверсантов в Крыму. Пока у нас нет всей необходимой информации, мы ждем результатов расследования от российской и украинской сторон. Но главное, сейчас нужно воздержаться от любых действий, которые бы могли обострить ситуацию. Мы действительно показываем и тех людей, которых мы задержали, их показания. Конечно, мы не все можем показать, но у нас есть неопровержимые доказательства, что это была диверсия, которая планировалась давно, планировалась по линии главного управления разведки Министерства обороны Украины и имела в своей цели дестабилизацию обстановки в российском Крыму. Мы открыты для предоставления дополнительных фактов, помимо тех, которые были предъявлены общественности, нашим западным партнерам, которые всерьез заинтересуются тем, чтобы подобных вещей больше не происходило. Подробно обсуждался и конфликт в Сирии. Штайнмайер согласился с Лавровым, что гуманитарная ситуация в ряде городов, например, в Алеппо, критическая и проблема требует скорейшего решения. Затронули и ряд других острых вопросов. Сергей Лавров напомнил о договоренностях по контролю за грузами, которые идут в Алеппо через сирийско-турецкую границу. Резолюция ООН предусматривает присутствие международных наблюдателей на двух основных пограничных КПП. По мнению главы российского МИДа, такой мониторинг необходимо усилить, чтобы под видом гуманитарных грузов не переправлялось оружие и боеприпасы боевикам. Взаимопонимание с турецкой стороной, по словам Лаврова, в этом вопросе уже достигнуто. Олег Шишкин, Андрей Леонов, Александр Стоидов, Кирилл Зотов, Первый канал, Екатеринбург.